Ну, как Светлана Анатольевна уже сказала, мы поняли, что химиотерапия, к сожалению, достигла определенного терапевтического плато. То есть мы, наверное, к началу 2000-х годов уже получили все, что химиотерапия нам могла дать. Разумеется, определенные успехи со стороны таргетной терапии, но опять же, это у небольшой группы больных, имеющих драйверные мутации. Поэтому что делать дальше? Вопрос, который беспокоил, ну и продолжает, наверное, нас беспокоить до последних лет. Светлана Анатольевна тоже уже упоминала, что рак легкого, как плосклеточный, так и не плосклеточный рак, относятся к тем солидным опухолям, которые обладают очень высокой частотой соматических мутаций. В первую очередь, это одно из обоснований, это развитие рака легкого у курильщиков. Да, общеизвестный факт, но, в принципе, сейчас, если мы говорим об иммунотерапии, то это, наоборот, такой позитивный фактор. То есть фактор курения – это фактор, стимулирующий высокое частотой мутаций, высокую иммуногенность рака легкого и, следовательно, более высокую ожидаемую эффективность иммунотерапии. Что мы имеем сейчас в терапии немоклеточного рака легкого? То, что мы говорили с начала 70-х годов, это различные варианты химиотерапии, в зависимости от гистологического нерпотипа. Мы знаем, что некоторые препараты, например, пиометрексид более эффективны при аденном карциноме, но это очень схематичные, разумеется, такие опции. В дальнейшем, безусловный прорыв – это таргетная терапия с учетом мутации. Их не так уж и много, как мы уже говорили. Каждый, наверное, пятый пациент имеет шанс получить таргетную терапию, которая, опять же, ее эффект не бесконечен. То есть мы знаем, что медиана длительности ответа на таргетных препаратах не превышает 6-9 месяцев. И безусловный прорыв – мы видим, что это наиболее, например, конечно, молодая опция. Если говорим об официальной регистрации препаратов, то всего 2 года. Это ингибиторы контрольных точек, которые здесь перечислены. Буквально схематично напомню, что точка приложения тех препаратов, о которой мы говорим сейчас, ингибиторы PD-1, Ниволумаб и Пембролизумаб, это уже конечный этап реактивации или повторной активации восстановления здорового противоопухолевого иммунитета на этапе уже микроокружения опухоли. Те препараты, о которых мы говорим, это моноклональные тетила, Пембролизумаб и Ниволумаб, они прерывают эту патологическую связь, которая является механизмом ускользания опухоли от иммунной реакции, и восстанавливают циотактическую активность талилимфоцитов. Поэтому, в принципе, это еще раз напомню, в принципе, это уже неоднократно каждый раз об этом говорим, что это не повреждение опухолевой клетки, в первую очередь, непосредственно препаратами, а это возможность, предоставление возможности иммунной системе реализовать самостоятельно свой противоопухолевый потенциал. Ну и я буду придерживаться хронологии событий и, в принципе, логики развития исследований в этой области. Конечно же, первый этап – это изучение этих препаратов у больных предлеченных, у больных, которые получили стандартную химиотерапию первой линии. Мы знаем, что это, разумеется, платиносодержащие режимы. Что мы можем сказать, например, о первом препарате, о неволумабе, первая фаза исследований. Исследования с не очень большим количеством пациентов, разумеется, получавшим определенное количество линий химиотерапии, не одну, а несколько по меньшей мере. 129 больных, из них эффективность частотчисточных регрессов достигла 17% у каждого пятого пациента. И медиана общей выживаемости принципиально увеличилась до 9,5. Мы знаем, что вторая линия химиотерапии, разумеется, такие медианы, сроки жизни пациентов, они малодостижимы. Ну и та доза 3 мг на квадратный метр, на килограмм веса, которую мы уже сейчас используем как стандартную терапевтическую, при ней эффективность, объективные эффекты у каждого четвертого пациента. И медиана общей выживаемости достигает практически полутора лет. Поэтому для дальнейшего изучения используется именно эта доза. И, в принципе, она является сейчас стандартной, зарегистрированной для большинства нозологических форм, которые подлежат терапии неволумабом. Ну, данные об общей выживаемости, это, опять же, те клевые, которые необычные, которые мы видим только на, наверное, иммуно-онкологических препаратах, когда каждый пятый пациент, до 20% пациентов переживают 3-4 летние рубежи. Разумеется, такие клевые мы не можем наблюдать при использовании стандартных цитоэтических эффектов. И такая подобная высокоэффективность в первых фазах, разумеется, делилась основанием для инициации уже рандомизированного исследования третьей фазы с участием большого количества пациентов, практически до 600 больных. Больные, которые получали стандартную платинослежащий режим при наличии драйверных мутаций таргетную терапию, разумеется, и были рандомизированы в соотношении 1 к 1 на терапию неволумабом и на стандартную. Мы знаем, что, в принципе, терапию до недавнего времени это просто был золотой стандарт терапии доцитоксела. В самом настоящее время тоже доцитоксела никто не отменял, да, из второй линии лекарственной терапии рака легкого. Ну, здесь рандомизация на эти два варианта. И первичная точка – это оценка общей выживаемости. Потому что, конечно же, основная цель любых лекарственных воздействий на пациента – это увлечение сроков его жизни при минимальной токсичности и при удовлетворительном качестве жизни. Что мы имеем? Основной показатель, который нас беспокоил, увлечение общей выживаемости – безусловное преимущество у больных, которые получали иммунотерапию неволумабом. Она превысила год. Опять же, вторая линия предлеченной больной раком легкого – очень убедительные результаты. И мы видим, что клевые выходят на плато выживаемости, и двухлетний рубеж переживают каждый третий больной, получавший неволумаб. То есть два раза больше, чем больные, получавшие химиотерапию. Сейчас уже есть данные обновленные о трехлетней выживаемости. Смотрите, вот эти клевые, также достоверное продолжение расхождения этих клевых, оно существует. В два раза больше пациентов продолжает жить из тех, кто получал терапию именно неволумабом. Вот те, скажем так, некоторые особенности клевых выживаемости, которые изначально при проведении этого исследования, и оценки его результатов отмечали исследователи, и, в принципе, они сейчас есть. Это некоторые худшие сроки жизни пациентов, которые получали неволумаб на протяжении первых трех-шести месяцев. Ну, в принципе, конечно, при оценке таких особенностей было выявлено, что в эти первые три месяца гибель пациентов, получавших неволумаб, она, в принципе, не была обусловлена лекарственной терапией. Она была обусловлена быстрым прогрессированием заболевания. И это еще раз подтверждает тот факт, что для реализации эффекта иммунной системы нужно время. То есть высокоагрессивные опухоли с сроками жизни пациента, не превышающими трех месяцев, конечно же, эти пациенты, наверное, не являются кандидатами даже для такого потенциально эффективного лечения, потому что эффект со стороны реактивации иммунной системы, он просто, к сожалению, не успеет запуститься. Ну и данные, также обобщенные последние данные наблюдения более трех лет. Частоятельных ответов мы видим в группе неволумаба до 20% достигает. В принципе, это стандартные цифры, которые мы видим при монотерапии неволумабом во многих опухолях. И полные частичные регрессы, в принципе, здесь они представлены. Что очень важно, что длительность эффекта, она принципиально различается при использовании иммунных препаратов и при использовании химиотерапии. То есть здесь практически в три раза больше сроки сохранения эффекта. А если мы посмотрим сохраняющийся эффект через три года, то мы видим, что каждый четвертый больной, получавший неволумаб, эффект сохраняет, но таких больных нет в группе, получавшей доцитоксил. То есть если иммунная система берет опухолевый процесс под контроль, то она его контролирует и весьма и весьма длительное время, и весьма и весьма успешно. Эффективность, конечно же, была оценена в зависимости от подгрупп больных. Мы знаем, что группа больных раком легкого весьма и весьма гетерогенная, различная опухолевая, различная мутационная нагрузка, различный возраст, статус курения и так далее. И, в принципе, неволумаб имеет преимущество во всех группах больных, но единственное, больные такого пожилого возраста, старше 75 лет, то есть больные, никогда не курившие и больные, имеющие мутацию в гене GFR, они имеют несколько худшие среди всей популяции больных, получавших неволумаб, данные об эффективности. То есть, еще раз, фактор курения, он благоприятный фактор. А фактор наличия мутации GFR, он чуть несколько, в меньшую степень, ожидаемая эффективность иммунотерапии будет у этих пациентов. Ну, здесь, конечно же, говоря о применении иммунных препаратов, мы всегда должны думать о факторе экспрессии PD-L1. Это принципиальный, конечно же, биомаркер. Я думаю, что все исследователи считают, что это драконь не единственный будет биомаркер. Когда в течение времени мы получим новый, альтернативный, может быть, более убедительные данные, убедительные маркеры, скажем так, предсказывающие эффект или позволяющие нам выделить такую целевую когорту пациентов. Разумеется, может быть, значимость PD-L1, может быть, она не будет такой, как в настоящее время. Но в настоящее время это единственное, на чем мы можем каким-то образом базироваться, чтобы выбирать или не выбирать препараты этой группы. Мы видим, что у больных раком легкого экспрессия довольно высока. То есть каждый третий, даже по некоторым исследованиям, каждый 90% пациентов имеет экспрессию. Но она очень вариабельна, очень гетерогенна, очень динамична. Зависит, конечно же, от участка, из которого мы получаем исследуемый материал. Поэтому здесь далеко не стопроцентный, далеко не такой окончательный маркер, который мы, скорее всего, будем использовать так вот в ближайшее время. Но здесь в то время, когда данное исследование инициировалось, тогда данные о экспрессии PD-L1 находились также в стадии разработки, поэтому пациенты включались все вне зависимости от уровня экспрессии PD-L1, и этот фактор даже не был использован в качестве сертификации больных. И если мы видим, что объективный эффект не зависит от уровня экспрессии PD-L1, практически все пациенты имеют преимущество по сравнению с химиотерапией, но если мы разделим этих пациентов все-таки по уровню экспрессии, менее 1%, более 10%, более 50%, то часто эффекты значительно возрастают, до 40% в пользу неволумаба. То есть выигрыш определенный имеется у всех больных, но чем выше экспрессия, тем выше ожидаемая эффективность терапии. То же самое сказывается и на сроках жизни пациента. То есть при большей уровне экспрессии PD-L1 сроки жизни, медианной выживаемости достигают 20 месяцев. Поэтому мы можем констатировать, что все пациенты имеют преимущество от терапии неволумабом, но те пациенты, у которых экспрессии нет, они имеют по меньшей мере сопоставимые с химиотерапией, возможно, затяжение эффекта. Но опять же, если эффект достигнут, то мы видим, медианная длительность эффекта будет выше у больных, получавших неволумаб, примерно в три раза. То есть иммунная система берет под контроль процесс, и этот контроль сохраняется в течение длительного времени. Профиль безопасности, он, безусловно, весьма важен для любых самых эффективных препаратов. Но если мы посмотрим, то осложнения 3-4 степени, они примерно в 3-4 раза меньшая частота при применении неволумаба. То есть, в принципе, профиль токсичности достаточно благоприятен, и он также не зависит от уровня экспрессии PD-L1. Осложнения мы будем о них говорить и сегодня, и завтра. Это иммунопосредственные осложнения для препарата. Спектр их различен. Но опять же, если мы посмотрим, то тяжелые осложнения не превышают 1%. То есть, в принципе, препарат удобен. В нашей практике мы видим, что препарат приносится обычно амбулаторно пациентами и абсолютно не представляет такой выраженной угрозы для качества жизни пациента. Качество жизни, о котором я говорю, это один из основных параметров. Мы видим, что, опять же, большинство симптомов рака легкого, которые присутствуют, они уменьшаются в большей степени при использовании иммуно-онкологических препаратов. Второй препарат, который мы используем при лечении немоклеточного рака легкой, он зарегистрирован, еще раз напомню, в Российской Федерации. Это препарат Pembrolizumab. Также, конечно же, начинается с ранних исследований. Здесь обобщены такие данные об исследованиях с участием как нелеченных пациентов, около 100 больных, так и около 400 больных, получавших не меньше одной линии лекарственной терапии. Получали пациенты Pembrolizumab в различных дозовых уровнях, с оценкой как объективных ответов, так и ответов в зависимости от экспрессии PD-L1, ну и, конечно же, сроков жизни пациента. И что мы видим? Что все пациенты практически имеют выигрыш в плане уменьшения размеров опухолевых массы. Но, конечно же, пациенты, имеющие большую экспрессию PD-L1, более 50%, они имеют наиболее, скажем так, высокую частоту регрессов. Практически 90% больных имеют регресс в рамках как стабилизации, так и в рамках частичного регресса. То есть, безусловно, фактор PD-L1, он демонстрирует свою определенную, но такую маркерную значимость. Более такой подразделение пациентов, их эффекта в зависимости от уровня экспрессии PD-L1, тоже мы видим, что все больные, имеющие экспрессию более 50%, объективный эффект практически у каждого второго больного. И, причем это не меняется, вот видим синие столбики, не меняется от того, получали больные раннее лечение или не получали. Как лично, это ранняя химиотерапия, так и не лечили больные, имеют вероятность получения эффекта, достигающего 40-50%. Действительно, очень высоко. Выживаемость без прогрессирования, также видим выраженные различия, различия в зависимости от уровня экспрессии PD-L1. Мы видим, что медиана сохранения эффекта достигает, превышает полгода, то есть, опять же, пациенты имеют и более длительный эффект, медиана – это то, что наблюдается по меньшей мере у половины больных, напомню. Общая выживаемость, также мы видим, что высокий уровень экспрессии, даже медиана выживаемости и не достигнута при оценке эффекта, например, больше, чем через два года. Поэтому действительно фактор значимый, и он имеет значение при выборе терапии, по крайней мере, в отношении пембролизумаба. И, разумеется, исследования третьей фазы, они должны обязательно пройти для любого препарата, чтобы подтвердить предварительные данные об эффективности. Но здесь исследования существуют большого количества пациентов, мы видим более тысячи больных. Здесь пациенты были как полусклеточным, так и неполусклеточным раком легкого, но большинство было неполусклеточным раком, имеющим экспрессию не менее 1% ПДЛ-1. Три группы, одна из них ДОТ-СТАКСЛ и два дозовых уровня пембролизумаба с оценкой сроков жизни, сроков сохранения эффекта и эффективности пациентов. Но мы видим, общая выживаемость достигает года, превышает год медиан общей выживаемости в пользу пембролизумаба, причем независимо от его дозового уровня. Выживаемость в зависимости от экспрессии ПДЛ-1, причем значимой экспрессии она достигает практически 1,5 лет медиана общей выживаемости. То есть, безусловно, препарат демонстрирует большую эффективность по сравнению с химиотерапией. Ну и эффективность. Мы видим, что при нижнем разделе общая частота ответов достигает 18%, а если мы выделяем под группу больных, имеющих высокую экспрессию ПДЛ-1, то у каждого третьего пациента отмечаются уже полные и частичные регрессы. При этом эффективность дотстоксела, она не зависит от уровня экспрессии. Мы видим, она примерно 8-9% такой и сохраняется. Если мы говорим о нашем опыте, то опыт применения неволумаба у нас в отделении есть в рамках программы расширенного доступа, и мы на самом деле очень рады, что у нас есть возможность работать с таким препаратом и иметь такой действительно реальный клинический опыт. У нас 12 больных неполусклеточным раком лёгкого принимали участие. Не менее 1 и до 3 линий лекарственной терапии получали ранее, и около 90 введений неволумаба именно эти больные у нас получили. Ну и классический пример – это немоклеточный рак лёгкого у пациента с поражением лимфоузлов с ледостения, надпочечника, второго лёгкого, не обнаружены драйверные мутации, первая линия стандартной лекарственной терапии с препаратами платины, карбоплатин, и вторая линия терапии неволумабом. Начал он в июле прошлого года получать препарат. Эффект стабилизации, смотрите-ка, длительная стабилизация, она превышает уже год, сохраняется эффект, при этом абсолютно благополучная переносимость лечения, удовлетворительное качество жизни пациента. То есть, в принципе, вот такие результаты мы в своей практике наблюдаем. Регрессы описаны в литературе, как мы видим, они не в литературе, они просто и доказаны существованием регрессов. Мы, ну, регрессы, по крайней мере, мы не фиксировали, поэтому не можем их представить. Но стабилизация абсолютно убедительная, и, безусловно, это, ну, реализация именно этого эффекта, потому что если пациент прогрессирует на химиотерапии и более года не прогрессирует на иммунотерапии, то, разумеется, здесь уже эффект со стороны собственной иммунной системы, её реактивации, он присутствует. Ну, здесь общая такая таблица сводная, как препараты, которые используются в Российской Федерации, зарегистрированные, неволумаб, имбролизумаб, так и другие препараты из группы иммуноонкологических ингибиторов PD-1, PD-L1. Мы видим, что принципиально важно, для чего я демонстрирую, невысокая частота осложнений 3-4 степени. То есть это очень важно, да, пациенты предлеченные, пациенты зачастую ослабленные, но осложнения, угрожающие жизни пациента или серьёзные осложнения, не превышают 10%. И, в принципе, различия в зависимости от уровня экспрессии PD-L1, они присутствуют в частоте объективных ответов и в сроках жизни пациентов. Поэтому, обобщая первый раздел, после плотина содержащих режимов химиотерапии, безусловно, эти препараты обеспечивают увеличение сроков жизни пациента, удовлетворительное качество жизни пациентов и благоприятные профилитоксичности по сравнению с химиотерапией. Есть абсолютно чёткая корреляция между уровнем экспрессии PD-L1 и эффективностью терапии, но этот факт сохранения и даже улучшения качества жизни, оно, безусловно, весьма-весьма неволажно. И, поскольку препараты работают во второй линии, разумеется, вопросы, а как они будут работать в первой линии у нелеченных пациентов, поэтому, разумеется, исследования в этой области проводились. Пембролизума по сравнению с химиотерапией, плотина содержащей комбинации в зависимости от гистологического типа опухоли, потому что в этом исследовании принимали участие как больные полусклеточным и неполусклеточным раком лёгкого. Мы видим стандартную ратомизацию, причём, если пациенты прогрессировали на фоне химиотерапии, допускался переход, кроссовер, так называемый, на иммунотерапию пембролизумабом, и оценивали сроки длительности эффекта, частоты эффектов и сроки жизни пациентов. Мы видим, что первичная цель, это именно выживаемость без прогрессирования, она была достигнута в этом исследовании, практически превысила медиана 10,5 месяцев по сравнению с шестью, которые типичны, наверное, для терапии доцитокселом. Часто объективных ответов тоже в пользу пембролизумаба до 45%, то есть примерно почти каждый второй пациент. Ну и напомню, что такая целевая когорта пациентов, имеющих высокую экспрессию ПДЛ-1, более 50%, это примерно каждый четвёртый, каждый третий больной, имеющий немоклеточный рак лёгкого. То есть да, в любом случае можно говорить, что это и определённый вид таргетной терапии, поскольку мы должны выбрать группу больных и назначить именно этой группе больных наиболее эффективное лечение. Аналогичное по дизайну исследования неволумаба, также в первой линии, здесь требовалось, как и для включения экспрессии ПДЛ-1 более 1%, то есть действительно большая группа больных была, если в первом исследовании пембролизумаба, там экспрессия должна была быть более 50%, то есть более, так сказать, целевая группа пациентов и немоклеточным раком лёгкого, здесь экспрессия допускалась более 1%. И первичная цель выживаемости биопрогрессирования при экспрессии более 5%. Ну вот здесь в этой ситуации, поскольку, опять же, ну несколько размытая, наверное, да, вот такая группа не более сконцентрирована на определенном биомаркере, поэтому таких выраженных различий в выживаемости без прогрессирования и в общей выживаемости неволумаба по сравнению с химиотерапией не продемонстрировал. Ну и какие на дальнейшие исследования, разумеется, мы уже сказали, да, ПДЛ-1 используется, но, наверное, не очень нас удовлетворяет, потому что гетерогенные, динамично изменяющиеся маркеры, потому что используются разные методы тестирования, и, конечно, Анна Сергеевна более подробно нам осветит этот вопрос, поэтому поиск альтернативных маркеров – это то, что лежит на поверхности наших дальнейших, наверное, изысканий и ожиданий. И мы видим, что препараты, да, эффективны, максимально эффективность мы увидели там до 40-50%, но далеко не у всех больных. Поэтому, конечно же, возникает вопрос, а можно ли комбинировать препараты между собой иммуно-онкологические, можно ли комбинировать их и цедостатики, которые, как мы видим, все равно уже работают при раке легкого. Поэтому тоже направление дальнейших поисков. И большинство пациентов все равно умирает именно на десимиранном процессе, не от ранних форм. Поэтому, конечно же, вопрос, а можно ли использовать эти препараты для неодювантной, для одювантной терапии. Конечно же, эти исследования идут, продолжаются. И, если не ошибаюсь, на этом мы уже представили данные об эффективности одювантной терапии иммуно-онкологических препаратов. То есть, в принципе, действительно, можно обновлять наши презентации, наверное, каждый месяц, каждые два. И те исследования, которые проводят, как раз я говорила, монотерапия препаратами, что они здесь представлены, комбинации в одювантном и неодювантном режиме. И клинические исследования третьей фазы – это комбинации двойное ингибирование CTL4 и PD1, PDL1 и комбинаторы иммунных препаратов и цедостатиков. Какой смысл в комбинации препаратов, как бы, совершенно таких разных групп? Если мы имеем иммуногенное опухолевое микроокружение, то мы используем ингибиторы иммунных точек контроля и получаем, как мы видим, длительный эффект. Но если опухолевое микроокружение не иммуногенное, если часто мутации мало, и если нет, скажем так, этих опухолевых антигенов, на которые могли бы запустить, реактивировать иммунный ответ. В этой ситуации мы используем агент для повышения иммуногенности, в данном случае цедостатики, о которых мы и говорим, и это тоже позволит, таким образом, такое комбинированное действие – запустить длительный сохраняющийся иммунный ответ. И есть как противники, так и сторонники такой комбинации ингибиторов иммунных точек контроля и цедостатиков. За это, конечно же, быстрое достижение ответа. То есть мы сразу выявляем опухолевые антигены, запускаем иммунную реакцию, поэтому, наверное, это достаточно метод выбора для больных с агрессивными опухолями. То есть мы с двух сторон пытаемся на неё воздействовать. Возможен и синергизм между этими группами препаратов. Но против увеличения сроков жизни пациента всё равно, к сожалению, не происходит. Токсичность, разумеется, повышается, и нет такого фактора, скажем так, подобранной терапии. То есть мы, получается, сразу воздействуем на опухоль всем, чем имеем. У нас нет возможностей для дальнейших лекарственных опций. И если мы увидим, например, токсичность, то мы не знаем, что же в итоге, скажем так, какой препарат имеет значение оставить, да, несмотря на токсичность, какой просто кроме потенцирования осложнения лечения ничего не дают. Поэтому, разумеется, вопрос о комбинировании химиопрепаратов и ингибиторов PD-L1, PD-1, он такой дискутабельный. Но Светлана Анатольевна тоже упоминала об этом исследовании, где пембролизумаб изучался в комбинации с химиотерапией во первой линии. И крайне высокая частота объясненных ответов, более 50%, что, конечно же, безусловно, подтверждает вот эту целесообразность и обоснование такого комбинированного участия, использования. Ну и современные рекомендации для лечения, уже подводя просто итог тому, что я сказала, это определение уровня экспрессии PD-L1, в принципе, зарегистрированное это только для пембролизумаба. Неволумаб мы можем использовать во второй линии без определения уровня экспрессии больных. Ну, первая линия тоже сказала пембролизумаб при экспрессии PD-L4. И вот, наверное, немножко забегая вперед, это вот данные такие международные комбинации с химиотерапией, но в первой линии он препарат используется. И вторая линия в Российской Федерации, то, что зарегистрировано, это неволумаб и пембролизумаб. Ну, здесь вот просто в качестве иллюстрации огромное количество разнообразных исследований на всех этапах опухолевопрогрессирования, начиная от ранних и в качестве первой, и последующих линий терапии. Различные препараты, в том числе, вот, мы видим, комбинации с ацетостатиками активно изучаются. Поэтому, разумеется, это та зона, вернее, та область онкологии, лекарственной терапии, которая будет обновляться очень и очень часто. Ну и в заключении применение ингибиторов иммуноточек контроля. Это, безусловно, новый стандарт как первой, так и второй линии у больных неполусклеточным раком легкого. Определение экспрессии уровня PD-L1 – это доступный нам сейчас, но недостаточно, скажем так, достоверный маркер-предиктор ответа. Необходим поиск альтернативных биомаркеров, также мы это говорили, которые имеют уже, скажем так, большую ценность, большую чувствительность с целью определения этих целевых когорт пациентов. И, конечно же, получение и интерпретация результатов рандомизированных исследований, которые проводятся сейчас, она, безусловно, нужна, она будет проводиться и, безусловно, будет обновлять, и, может быть, в некоторой области изменять, в некоторой степени изменять, обогащать наши знания о возможностях этих препаратов в лечении неполусклеточного рака легкого. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, вопросы к Ане Игоревне? Да, пожалуйста, Михаил Игоревич. Аймин, большое спасибо за Ваш прекрасный доклад, за презентацию, за это. Мне бы хотелось узнать Ваше личное мнение, почему при небольшой ракурс-предикторе 1 иммунотерапия хорошо работает во второй линии, а в первой линии не работает. Это из-за того, что снижается эффективность химиотерапии, либо иммунотерапия до химиотерапии не так эффективна, как она могла бы быть после проведения лечения. В первой линии, получается, работают, когда небольшая экспрессия 5.1. Сложно сказать, здесь, наверное, опять же, зависит от степени выраженности, выраженности имногенности, да, опухоли. Поэтому, Алексей Викторович, это был сложный вопрос, да? Анна Сергеевна расскажет все аспекты сомнений по поводу самой экспрессии, что это такое, и что с этим делать. С точки зрения специальности, в принципе, тут надо разбираться, почему так произошло, потому что во всех этих исследований препаратов большой разницы показали. Да, да, это единственное место, где наблюдается некоторая разница между двумя препаратами одного класса. Скоростью у нас будет еще дополнительные сведения по поводу каких препаратов одноклассников, можно так сказать, гидропетели один, посмотрим, как они будут работать. Просто маркеры неоднозначны. На сегодняшний день очень большое значение, например, выдается опухолевая нагрузка и количество мутаций в опухолевых клетках. В этих исследованиях это было не обследовано, да? Вполне возможно, что гидрогенность вот этого показателя повлияла на результат. Потому что с точки зрения химиотерапии, интересные данные были представлены на химиотерапии, не так однозначно влияют на иммунотерапию, как казалось. С одной стороны, да, возможно, мы увеличим количество мутаций, но с другой стороны, мы можем увеличить количество субклональных мутаций, которые, наоборот, вредят эффективности иммунотерапии. И с этой точки зрения плоскоклеточный рак хорошо поддается лечению, только потому что количество клональных мутаций, которые есть во всех опухолевых клетках, оно просто очень большое. Для неплоскоклеточного рака здесь как раз другая ситуация, здесь количества этих мутаций мало. Возможно, причина вот в дисбалансе того фактора, который не был контролируемым в данных исследованиях просто. Я бы хотела еще добавить, что, конечно, проблема чувствительности опухоли к лечению – это первостепенно. И поскольку эти препараты, о которых мы сегодня говорим, они только еще появились у нас в наших руках, мы еще будем узнавать достаточно много. И проблема поиска предиктивных маркеров, она, конечно, велика. И думаю, что нас впереди еще много ждет. Спасибо.